Приветствую вас, дорогие зрители канала Ческом.ру. В данном видео вы станете свидетелями развязки решающей партии финала одного из этапов нокаут-турнира, который проходил в прошлое воскресенье 20 февраля на сайте Ческом. И данный финал состоялся между двумя американцами, между Фабианом Каруаной и Хикару Накамурой. Первая партия матча между Накамурой и Каруаной завершилась в ничью. В той партии у Накамуры были белые фигуры, контроль был 10 минут и 2 секунды добавления на ход. И Накамура, который играл белыми фигурами, естественно был фаворитом и он взял и отфиксировал партию буквально в 8-10 ходов. В партии завершилось ничью. Ну и конечно же, желанием Фабиана Каруаны являлось наказать Накамуру и просто, одолев его в этой партии, стать победителем нокаут-турнира. Посмотрим, что из этого вышло. Итак, Фабиана играл белыми фигурами, контроль времени 3 минуты и 2 секунды добавления на ход. Итак, Фабиана стартовал ходом королевской пешки, а Накамура, собственно говоря, ответил симметричным Е7-Е5. Конь Ф3, Конь С6 и после третьего хода с пломбой 5 на доске образовалась испанская партия. И Накамура избирает свой излюбленный вариант ход Конь Ф6. Естественно, знающие шахматисты прекрасно понимают, что у черных есть 2 хода А6 и Конь Ф6. Ход А6 является более часто встречающимся, но ход Конь Ф6 является также довольно распространенным среди гроссмейстеров элитного уровня. И черные сразу нападают на белую пешку Е4. Если сейчас белые отправляют своего короля в безопасное положение на королевский фланг, то черные уже могут сесть пешку на поле Е4. И после некоторых ходов на доске может возникнуть как раз так называемый берлинский эншпиль испанской партии, в который белые стараются при возможности не идти. Потому что здесь позиции изучены от и до. И у черных с одной стороны преимущество двух слонов, но с другой стороны сдвоенные пешки ферзьевого фланга. И действительно здесь шахматисты, играющие белыми фигурами, стараются как-то достичь какого-то переезда, но особо не получается. И поэтому белые стараются. Не дав черным перейти в берлинский эншпиль, обычно белые играют Д2-Д3. И в этой партии данный ход также и последовал. Черные сыграли слон С5, расчищая дорогу для своего черного короля, чтобы можно было его отправить в безопасное положение на королевский фланг. И здесь белые добровольно сдают белопольного слона, меняя его на коня черных на поле С6. Казалось бы, довольно странно. Обычно в испанской партии белые как минимум дожидают хода А6. И в любом случае белые стараются все-таки белопольного слона сохранить на доске. Но именно в данном варианте, в антиберлинском варианте испанской партии, белые добровольно сдают слона. Но за это они получают ухудшение пешной структуры соперника. И также белые на этом выигрывают Т. Вот здесь на самом деле Фабиано Круана избрал чрезвычайно редкий ход слон Ж5, который явно уступает многим другим продолжениям в плане популярности. Но обычно белые здесь избирают между двумя ходами, между рокировкой и между ходом конь БНД2. Обычно белые избирают все-таки рокировку. И теперь черные вынуждены тратить темп для того, чтобы защитить пешку на поле Е5. Если у черных есть огромный спектр ходов, можно пойти конь Д7, можно пойти слон Д6, ферзь Д6, ферзь Е7. И даже есть ход слон Ж4, направленный на связку белого коня. И обычно белые таким образом выигрывают темп и стараются держать позицию закрытого характера. Потому что у черных все-таки преимущество двух слонов. И при любом возможном вскрытии позиции перевес, конечно, будет на стороне черных. Но в этой партии Фабиано сыграл слон Ж5. Он подвязал коня Кикару Накамуры. А Накамура, собственно говоря, ответил ходом слон Д6. Уже ход, на самом деле, является довольно редким. Обычно черные в этой позиции на практике играли ходом ферзь Д6. И, например, находят конь Д2. Который, конечно же, рассчитан на дальнейший перевод коня на поле С4. С дальнейшей атакой пешки на Е5. Вот здесь обычно черные играют слон Е6, не пуская вражеского коня на поле С4. Обычно так происходит событие в данном варианте. Там обычно рокировка. Черные короля своего уводят именно в длинную рокировку. И уже готовят какое-то перчечное наступление на королевском фланге. С идеей, конечно, в будущем в идеале замотовать белого короля. Но здесь на ход слон Ж5 Накамура играет слон Д6. И белые встречают черных ходом конь Б на Д2. Таким образом, белые завершают развитие последней своей легкой фигуры. И готовят перевод коня на поле С4. С которого поле белый конь будет дыть не только на чернопольного слона соперника. Но и, конечно же, оказывает серьезное давление на центральную пешку черных Е5. Черные сыграли слон Е6. Теперь, конечно же, конь С4 не пойдешь. Потому что теперь черные с радостью разменяются. Ухудшая белым пешную структуру. И теперь сыграют А6. Нет ухода слона Ж4 ввиду дальнейшего Ж5 и съедения пешки на Е4. Поэтому белым приходится отдавать слона. Ну, конечно, данная позиция не может никак оцениваться в пользу белых. У белых слабости. У черных нет никаких особых проблем. Черные могут добровольно отправить короля в длинную сторону. И начать пешечный штурм на королевском фланге. И, конечно, на ход слон Е6. Здесь Фабиано Коруано не стал играть конь С4. А сыграл Д2-Д4. Теперь уже конкретные угрозы. Белые хотят съесть пешку на поле Е5. Объявляя вилку на слона и коня. Ну и черным приходится здесь уже играть С6. И белые сыграли слон Х4. Ну, конечно же, гроссмейстер элитного уровня. Здесь не станет на ровном месте отдавать слона на коня. Потому что здесь черные просто разменяются. И даже очередное упрощение позиции будет явно в пользу черных. Потому что у белых застрелял король в центре. Пешка на Б2 подвисает. Если пойти, например, С3 из тех побуждений, чтобы пешку на поле Б2 защитить. Ну, просто 3-0 можно уже сыграть. И на короткую рокировку белым очень легко доиграться. Можно пойти Ферзь в 4. И конь на связке легко теряется. Черные побеждают. И, естественно, на ход Х6 белые сохраняют чернопольного слона. Уводя его на край доски на поле Х4. Черные тем временем связывают вражеского коня ходом слон Ж4. Белый конь находится под связкой. Короткая рокировка. И черные встречают белых мощнейшим ресурсом Ж5. Белые вынуждены уже слона убирать на поле Ж3. И конь Д7. Потому что уже подвисает неприятный удар на поле Е5 с выигрышем материала. Поэтому черные пешки на поле Е5 защищают своим конем. И здесь Фабиано решает спросить документы у белопольного слона соперника. И сыграл H2-H3 Фабиано Коруано. И здесь, конечно, черных выбор между двумя ходами. Между взятием коня и также отступлением слона на край доски. Но отступление заметно хуже. Потому что данный ход позволяет белым осуществить перевод коня на поле С4. И здесь просто белые начинают максимально давить на пешку Е5. Например, на ход Ферзь Е7 можно платить Ферзь Д3. Например, Ф6 с целью подвисить пешку на поле Е5. Ну хорошо. ДЕ. Конь Е5. Конь бьет Е5. Такие вот упрощения могли возникнуть бы в партии. ФЕ. Ф3. И на самом деле у белых очень комфортная позиция. У черных изолятор на Е5. Сдвоенные пешки по вертикали. Цена 3-0. Можно уже съесть слона на поле Д6. И может возникнуть такая позиция с разноцветными слонами. Но у белых серьезное сейчас будет преимущество. Ввиду очень простого плана. Связанного с атакой черного короля на ферзьевом фланге. И действительно, чтобы не медлить. Черные сразу же съедают белого коня на поле Ф3. Размен состоялся. Белые сыграли ферзь БТФ3. Ферзь Е7. Таким образом, Накамура освобождает дорогу для своего черного короля. Чтобы можно было его убрать на ферзьевый фланг. И конь С4. Действительно, Фабиана Каруана перехватывает инициативу. У белых явное преимущество в дебюте. И белые улучшают положение своей легкой фигуры. Как раз атакуя вражеские фигуры соперника. И здесь черные съели на Д4. И белые сразу же ликвидировали чернопольного слона. Хикару Накамура. Конь бьет Д6. И последовало моментальное взятие ЦД. Возникает такая позиция, в которой у черных временно имеется лишняя пешка. Но черные, конечно же, сейчас, скорее всего, эту пешку потеряют. Белые сыграли ладья А на Д1. Довольно логичный ход. Белые подводят новую фигуру в игру. Попутно нападая на центральную пешку. Черных на пешку Д4. Здесь черные сыграли Конь Е5. На самом деле, компьютер предлагает в этой позиции все-таки вцепиться в эту пешку когтями и зубами. Пойти в Ц6, Ц5. И, например, если белые играют в Ферзь Б3. Что является одним из сильнейших ходов, по мнению компьютера. Вот здесь тогда черные могут уже отправить своего короля в длинную сторону. Казалось бы, довольно странно. Потому что здесь уже черные находятся под всякими ударами. Там на Ц3 можно пойти. На Ц3 компьютер говорит, можно пойти в Д3. Ладья бьет в Д3. Конь Е5. И черные как-то держатся. Но в партии черные не стали в эту пешку цепляться. Они не сыграли Ц5. А сыграли Конь Е5, нападая на белого Ферзя. Единственное, каруана ошибается. Здесь белым обязательно следовало Ферзя поставить на поле А3. Прицеливаясь к пешке Д6. Если черные защищаются, играют Ц5. Теперь пешка на поле Д4 с одной стороны под защитой. Но можно уже пойти Ц3. ДЦ. Ферзь бьет Ц3. Да, у черных сохраняется лишняя пешка. Но пешка Д6 очень слабая. У белых появляется план с накатом. По вертикали Ф. Можно также сдвоиться по вертикали Д. В Б4 есть ход. И поица черных очень и очень неприятная. Но каруана не воспользовался своим шансом. Не сыграл Ферзь А3. Сыграл Ферзь Ф5. Черные ответили ходом Ц5. И белые сыграли Ц3. С идеей как можно быстрее как-нибудь раскрыть себе вертикаль Д для активных военных событий в центр доски. И тут уже у Накамуры было 2 минуты. Он по времени подавливал своего соперника Фабиану. И здесь Накамуре следовало просто пойти к КНЦ6. Подзащитить пешку на поле Д4 конем. Ну естественно, никто здесь на Д4 пешку брать не будет. Сразу же пускает черного коня на очень сладкую центральную позицию. Тут Ферзь Д5. Ой, можно пойти смело на Ферзь Д5. Длинная рокировка. И у черных полный порядок. Или можно пойти к КНЦ2. Ликвидировать опасного слона. И потом уже отправить короля в длинную сторону. Но в партии последовало нечто. Накамура просто съел пешку на поле Ц3. И это является по сути отдачей партии в один ход. И здесь вы можете попробовать поставить видео на паузу. И найти мощнейший ресурс, приготовленный, скорее всего, заранее Фабиано Круаной. И здесь Фабиано наносит жертву ладьи. Играет ладья, бьет Д6. Блестящий ход. И действительно, черные ничего с этим поделать не могут. Если забирать ладью в один ход Ферзем, то белые просто забирают коня на поле Е5 слоном. И просто белые остаются с лишним слоном в абсолютно выигранной подавляющей позиции. Но Накамура решил поицу подкрутить. Черные сыграли конь С4, уводя коня из-под нападения. А белые взяли и съели пешку на поле Ц5. Ну, подвисает конь на поле Ц4. Наверное, единственное такое активное продолжение со стороны черных. Это просто взятие ладьи. Так партия была сыграна. Конь Д6. Слон бьет Д6, нападая на Ферзя. Ферзь ушел на поле Е6. И Ферзь Б5 шах. Черный король уже вынужден идти на поле Д8. Других ходов нет. Если пойти Ферзь Д7 в этой позиции, то просто после входа Ферзь Е5 черные несут серьезные материальные потери. Поэтому здесь черные обязаны играть король Д8. Но здесь у Каруаны был заготовлен мощнейший ресурс слон Е5. Белые нападают на ладью. Вскрывает себе вертикаль Д для дальнейшего вторжения. Конечно, у белых серьезные преимущества. И партия просто выигранная. Здесь Накамура сыграл ладья Е8, вводя ладью из-под нападения. Просто Ферзь бьет Б7. Черные нападают. Белые нападают на ладью на поле А8. И также уже горят матом в один ход с поля Ц7. И матом в два хода с поля Д1 ладьей. Черные сыграли Ц2. Но, к сожалению, от двух матов сразу защититься не получается. Можно было пойти с одной стороны Ферзь Д7. Ну, просто слон в 6 шах. Ладья Е7. Съели, съели. Все теряется. Но в этой партии, в этой конкретной позиции Накамура сыграл Ц2. Ну, и после хода Ферзь Д7 даже не пришлось признавать себя побежденным. Потому что партия завершилась матом на шахматной доске. И таким образом Фабиана Круана наказывает Хикару Накамуру за соглашение в прошлой партии на быструю ничью. И таким образом Фабиана Круана получает главный приз в размере 7500 долларов США.